Всем привет! Меня зовут Маша, и в моём читательском анамнезе есть книги, которые я не могу прочитать уже очень долгое время. Не потому что они слишком сложные, нудные или плохие, а потому что эти книги слишком идеальны. Со мной происходит примерно то же самое, что с главным героем книги Чарли «Шоколадная фабрика», когда ему дарили шоколад. Чарли стремился растянуть эту несчастную шоколадную плитку, которую он получал один раз в году на свой день рождения, так, чтобы ему хватило её на максимально большой срок. Примерно то же самое происходит со мной, когда я берусь за эти книги, потому что меня не оставляет предчувствие отчаяния. Отчаяние, в которое я погружусь, когда я дочитаю эти произведения. Поехали! Начнём с первой книги, с которой у меня случилась такая love story. Это книга Владимира Набокова, которая называется «Лолита». Я держу в руках более новые издания. Это издание в азбуке «Вестселлер». Книжка выглядит, на мой взгляд, совершенно идеально, по цветовой гамме, потому что на ней изображено, и вообще как-то ложится она в руку. Я же начинала читать «Лолиту» в далёком 2007 году, когда я заканчивала 11 класс, и, честно говоря, я была потрясена не тематикой, нет. Я достаточно свободный взглядов человек, поэтому не нахожу в «Лолите» ничего слишком уж аморального. Меня поразило то, как круто Набоков владеет стилем, то, насколько богато, насколько прекрасно, насколько потрясающе красочно его манера повествования. Мне кажется, что когда я начала читать «Лолиту» и прочитала буквально вот пролог, первую страницу этого произведения, я влюбилась в Набокова раз и навсегда. Я читала много его маленьких рассказов, но, к сожалению, именно «Лолиту» я не могу дочитать, потому что я очень сильно боюсь того момента, когда эта книга наконец закончится. Каждый раз беру в руки, начинаю пересчитывать, погружаюсь в этот текст и просто закрываю книгу. Она слишком прекрасна, чтобы дочитывать её, но я думаю, что когда-нибудь я это всё-таки сделаю. Вторая книга, которую я вам покажу, это «Дом, в котором Мариан Петросян». Моё знакомство с этой книгой состоялось тогда, когда ещё мало кто о ней вообще знал. И, по-моему, я даже начинала читать её в электронном варианте, потому что жила тогда в другом городе, и эту книгу туда просто не завезли. Но мне её так искренне советовали мои друзья, что я не удержалась и начала читать. Прочитала я примерно пять глав. Поняла, что эта книга удивительно резонирует со мной. Её мир, его атмосфера, тот тип лёгкого безумия, который в ней присутствует, мифологичность, отсылка к архетипам. И на самом деле просто сам по себе сюжет, сами ощущения, которые возникают в процессе чтения этой книги, это было всё совершеннейшим образом моё. С того момента, как в 2011 я купила себе эту книгу, она просто стоит у меня на полке, я смотрю на неё и думаю, ну как бы надо, да, но она же закончится. И когда она закончится, я знаю, что я буду плакать, во-первых, из-за того, что я предчувствую там какой-то трэш-угар в конце, и во-вторых, из-за того, что я просто расстанусь с этой книгой и не смогу её перечитать ещё в ближайшие лет пять, потому что я очень хорошо запоминаю всё, о чём я читаю. А второй такой книги не будет никогда. Я считаю, что «Дом, в котором» — это вообще удивительное явление для нашей отечественной, я бы сказала, постсоветской литературы, потому что эта книга совершенно потрясающим образом сочетает в себе формульность, какие-то очень расхожие архетипы, я бы даже сказала фансервисность, и при этом глубокие идеи нелинейных сюжетов, в конце концов, какую-то миметичность. Мне кажется, Мариан Петросян — это действительно талантливейший автор, и каждый человек, который говорит, что он очень любит литературу, или каждый человек, который говорит, что в русской литературе, в современной нет ничего хорошего, обязательно должен ознакомиться с этой книгой и понять, что хорошее в нашей современной литературе всё-таки есть. Кто не знает, «Дом, в котором» — это представитель чего-то в духе магического реализма. В романе описывается дом, в котором живут странные дети, не как у Рэнсома Ригза, а просто дети с какими-то физическими или психическими дефектами, им приходится выживать в этом сообществе. В сообществе существуют разные группы, которые как-то взаимодействуют между собой, у каждого персонажа и у каждой группы свои индивидуальные черты, ну и в целом это очень классная штука, и я всем вам её советую. Следующая книга, которую я не хочу читать, потому что она слишком идеальна, это книга Петра Бормора «Игры Домиургов». На самом деле я уже переборола свой страх перед этой книгой и начала просто читать её вслух. Это сборник маленьких рассказов-притч о том, как Домиург Шомбамбукли создаёт свой собственный мир. Они очень весёлые, они очень юморные, местами очень глубокомысленные, причём их глубокомысленность, она может возникать как из сюжета, и из каких-то мыслей, которые вы в них прочитаете, так и просто из игры слов. Моя история знакомства с Бормором состоялась через Арчета, который однажды вслух читал первый рассказ из «Игры Домиургов». Я нашла эту книгу, я заказала её себе, я её купила, и когда я начала читать, у меня просто дом сотрясался от моего хохота. Я поняла, что читать её в одну рыло — это как-то... Ну, как-то это нехорошо с моей стороны, поэтому начала её вслух читать своему парню, а потом переключилась на зрителей. Бормор очень крутой, я всем и советую эту вещь, и надеюсь, что в скором времени я её прочитаю. Тут всего-то 250 страниц, и они просто великолепны. Следующая книга, которую я вам покажу, на самом деле относится к тем вещам, которые я уже читала. Точнее, я читала предыдущие части этого цикла и просто обожаю их. Поэтому выход сезона «Гросс» Анджея Сапковского, ещё одной книги про приключения Геральта и его друзей, оказался для меня... Это было прекрасно. Я боюсь приступать к этой книге по многим причинам. Во-первых, я категорически не люблю сиквелы, приквелы и всё остальное, когда автор через кучу времени выпускает что-то ещё. Меня это настораживает, даже несмотря на то, что я очень люблю Сапковского и очень доверяю этому автору и его таланту. Во-вторых, эта книга не сиквелы, не приквелы. Её действия разворачиваются примерно, как я понимаю, в первой трети тех событий, которые описываются во всех остальных книгах. И я не знаю, нужно ли мне перечитывать всё остальное, чтобы это вот оценить и чтобы все события сезона «Гросс» встали на свои места. Но да ладно, это всё мелочь. И самое главное, почему я боюсь читать эту книгу, потому что это возвращение в мир, который я безумно люблю. В мир, в котором я фактически жила примерно полгода, когда я читала остальные книги про Ведьмака. В мир, в который я очень люблю возвращаться, который я люблю практически в любых его проявлениях. Литературных, синематографических, игровых, совершенно в любых. Я обожаю мир Ведьмака. И когда закончится эта книга, вы же понимаете, что больше ничего не будет. Поэтому я оставила её на чёрный день и храню как последний, самый-самый-самый последний билет на последний поезд в этот вот замечательный, странный, страшный и жутковатый мир. Если вы не читали Ведьмака Анджея Сапковского, то вы, ребята, очень многое потеряли. Это образец классического фэнтези. Но не няшмяшного фэнтези с хорошими эльфами, которые борются с тёмным властелином, а вполне себе такого хардкорного фэнтези, я бы даже сказала, круче, чем у Мартина. Ну, Сапковский местами жёстче к своим читателям, чем Мартин. Он предпочитает не постепенно вырезать всех героев, а, ну, вы понимаете. Анджея Сапковский — человек потрясающей эрудиции, и всю эту свою эрудицию он очень умело использует при создании мира. Поэтому читатель Ведьмака найдёт в нём много всего. И какие-то магические штуки, и приключения, и политику, и интриги, и лавстори, и отсылки к огромному количеству мифологического и прочего культурного материала нашего мира. И какие-то просто отсылочки к нашему миру, к его истории, к его культуре и ко всему остальному. Это потрясающее произведение. Мне кажется, оно будет интересно не только любителям фэнтези, но и любителям литературы вообще. А ещё у Сапковского замечательный стиль и совершенно великолепное чувство юмора. И последнюю книгу, про которую я вам хочу рассказать, я вам не покажу в бумажном видео, потому что я не нашла её в недрах своей квартиры, но она у меня есть. Это «Багровый лепесток и белый» Мишеля Фейбера. Я говорю про эту книгу уже очень давно, потому что я начала её читать, прочитала там тоже немало, но на какое-то время отложила. Для этого было три причины. Во-первых, эта книга очень сложная. Действие её разворачивается в XIX веке, и книга содержит огромное количество мелких деталей, я бы сказала, свидетельств быта того времени, которые в свою очередь намекают на сюжет, как-то с ним резонируют, даже на отношения автора к героям намекают. И для того, чтобы не упустить половину этих деталей, я решила перечитать пару культурологических книг про Англию XIX века, чтобы они помогли мне в расшифровке «Багрового лепестка». Во-вторых, эта книга действительно тяжёлая во всех отношениях. Она вот такая здоровенная, в ней почти тысяча страниц, насколько я помню. Она большая по объёму, она больше, чем обычный стандартный формат около А5, в котором выпускаются книги. Поэтому сами понимаете, что читать эту книгу приходится только дома, её так особо на природу, так сказать, с собой никуда не вынесешь. Да и для поездок в метро она не особо подходит, просто по своему содержанию. И, наконец, третья причина. Эта книга настолько резонирует со мной, эта книга настолько нравится мне со всех сторон, и со стороны сюжета, и со стороны того, какая выбрана эпоха, и со стороны стиля автора. В общем, даже по своей структуре она мне безумно нравится. И, опять же, я сталкиваюсь с той же самой проблемой. Я не хочу читать эту книгу, потому что, когда она закончится, у меня будет жестокое читательское похмелье. И даже наличие у меня на полке книги «Яблоко», которая является сиквелом к этой книге, и раскрывает чуть лучше некоторых персонажей Багрова по лепесткам в маленьких рассказиках, тоже не спасает меня от ужаса перед тем фактом, что 900 с лишним страниц текста о конфетке и её приключениях всё-таки однажды закончится. И для тех, кто не знает, что же такое «Багровый лепесток» и «Белый» Мишеля Фейбера, я расскажу. Это роман про Англию 19 века, центральными героями которого является проститутка по имени Конфетка, её любовник, такой джентльмен с предпринимательской жилкой, я бы сказала, которой у него в начале книги нет. И этот джентльмен женат на девушке, по-моему, её зовут Агнес, и она слегка сумасшедшая. Вот этот вот любовный треугольник и взаимоотношения персонажей находятся в центре этого романа. «Багровый лепесток» можно читать несколькими путями. Можно читать его чисто ради сюжета, потому что сюжет там действительно очень хорошо закручен. Можно читать его как энциклопедию быта в викторианской Англии, потому что Фейбер действительно потрясающе проработал все свои детали. А можно читать его как постмодернистский роман, находить в нём отсылки к произведениям того времени, например, к тому же Диккенсу, и, разбираясь в его структуре, находить отсылки и к своеобразным архетипам того же времени. Например, образ Агнес, сумасшедшей жены главного героя, это такое своеобразное издевательство над образом идеальной женщины, домашнего ангела викторианской эпохи. Так что Фейбера я безумно люблю и готова расписаться в обожании к нему, несмотря на то, что я не прочитала даже половину его книги. Такие вот дела. На самом деле, я думаю, что если я пороюсь в своей памяти на своих полочках, я найду намного больше идеальных книг, которые мне не хочется дочитывать. Ну а если у вас есть такие же книги, вы можете писать в комментариях, я буду очень рада пообщаться и узнать, какие же интересы есть у вас. А также ваши методы борьбы с этим вот ощущением ужаса от того, что любимая книга все-таки закончится. Всем спасибо за внимание, читайте с умом и удовольствием. Меня зовут Маша, пока! Субтитры сделал DimaTorzok